Я пакетик мою-мою. Песня называется «Не! Я пакетик мою-мою». Что за комплим? Ну это... Шлюпка номер. Жертвоприношение. Музыкальная жертвоприношение шлюпки номер пять. Бывает. Я тысяч лет не пел. Да ладно. Честно. Ну две. Да ладно. А что за границей? Да помню мотивчик, будто я помню. Это в общем был такой период в жизни, момент, когда я и моя семья, и еще человек 350, чуть не утонули. Так и не доплыли до Исландии, когда попали в 9-бальный шторм на пароходе, который я гордо говорю в списке 100 круизных судов российских, занимает почетное 102-е место. Да, сейчас смешно, а у нас моторы встали. И просто уже... Да, просто уже, да, прекращаюсь жизнь. Вы вспомнили бы щелкунчик, вспомнили. В общем, рассказываю эту историю вкратце, очень. Оказывается, вот я, моя дочка и жена были прикреплены к шлюпке номер 5. Когда я долго бродил по пароходу, я начинал 4 шлюпки. Может быть, пятая была на дуга и таилась где-то в очереди. Вот, а еще там, значит, в культурной программе были Валентина Толкунова, который там пытался праздновать свой юбилей, но укачал в сервисе. Вот. Солист московской оперетной Валерий Сляйкин прославился тем, вот, перед лицом смерти у каждого человека появляется что-то свое. Он и палубный матрос Ваня, а палубному матросу Ване было все равно. Тоним, нет, тоним, нет, он все время был в таком веселом состоянии, что уравнивало его сводные стихии. И они решили пересчитать все огнетушители на сумме. Вот знаете, если мы сосчитаем, типа, ну а как же, вместо спасательного круга бросают же огнетушитель всегда за мной. Вот, и они сосчитали, и они достали всех. Из моторного отсека им дали уже гидранты. Ну, они сосчитали. А когда было совсем плохо уже, все уходили ночевать и спать. Ну, салон, он на корме находится повыше, и там люди в одеялах сидели, прощаясь со всем остальным, потому что несколько сот этих капельтовых было, что до дна, что в сторону. Я написал такое. Захрустила, грустная, по штормам. Говорит, давай пойдем в Рик-Ярик. Я в ответ ей, может, все же подавал. А она в ответ мне, это Селямин. Говорит, хочу, чтоб было на Ису. Там с исландцами мы, ох, почудим. Я в ответ ей, он и с Ляйкин на Ису. Может, вместе с ним и здесь почудим. А волна четыре, пола, пять, шесть, семь. Ух, как чало, задолбало, блин, совсем. Я ее носом и кормою бьет и бьет. Я покиню, помню. И вперед. Я лежу и вспоминаю про мать. Рядом грусть, смотреть желает меня. Говорит, что шлюпка с номером пять. Ждет меня с сухим бойком на три дня. Я в ответ ей достаю с вас жилет. Надеваю, как учил капитан. Хоть нужды пока в жилете не и нет. А все ж спокойнее плыть по этим местам. А волна четыре, пола, пять, шесть, семь. Ух, как чало, задолбало, блин, совсем. Я ее носом и кормою бьет и бьет. Сейчас пакетик свой полную. И вперед. Грусть моя, че-то там про борьбу. Мол, че-то ты, приятель, раскид. Я в ответ ей ща как-то, где по лгу. Не давай, вали сама в свою писсу. В муссалон пойду и лягу там спать. И присниться близкий, берег ряги. Ах ты, шлюпочка моя, номер пять. Ах, ромни, родная, и сбереги. Ах ты, шлюпочка моя, номер пять. Ах, ромни, родная, и сбереги. Ах, ромни, родная, и сбереги.